Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Контекст» на телеканале «Универтв». И сегодня в нашей программе мы вам расскажем, как в первые рабочие дни Нового года Казанский Федеральный Университет прибыла скульптура Конфуция, великого философа и мыслителя Древнего Китая. Скульптуру ректору Ильшату Гафурову торжественно вручил генеральный консул КНР в Казани Уин Цинь. Ушел старый 2019 год и вступил в свои права 2020. Самое время начинать подводить итоги. Сегодня в нашей программе мы попытаемся вспомнить наиболее яркие, с точки зрения средств массовой информации, события, связанные с Казанским Федеральным Университетом. Только-только отшумели новогодние праздники, и буквально в первые рабочие дни недели после Нового года в Казанский Федеральный Университет прибыл генеральный консул КНР в Казани Уин Цинь для того, чтобы вручить торжественно скульптуру Конфуции, великого философа и мыслителя Древнего Китая, ректору Казанского Федерального Университета Ильшату Гафурову. 10 января в Казанский Федеральный Университет прибыла китайская делегация. На торжественном вручении памятника Конфуцию ректор Казанского Федерального Университета Ильшат Гафуров рассказал о сотрудничестве Университета и КНР. Провел параллели между достижениями прошлого и будущего, обозначив КФУ как место зарождения целых научных школ. Событие, которое произошло сегодня, имеет глубоко символический смысл. Фактически мы первые в Республике Татарстан и в России открываем перекрестный год сотрудничества России и Китая в научно-технической сфере. И опять-таки весьма символично, что мы получили в подарок памятник, статую Конфуции, выдающегося древнекитайского философа, мыслителя, основателя целой идеологии, который, собственно, и характеризует сегодняшнее поступательное развитие КНР. КНР является стратегически важным партнером для Казанского Федерального Университета. Подтвердил слова ректора КФУ генеральный консул КНР господин Ин Цинь. Он рассказал, каково современное состояние отношений между странами и назвал главную причину успешного сотрудничества. Сложились очень теплые взаимоотношения между Казанским университетом и генеральным консулом КНР в Казани, господином У. Ин Циньем, который всегда благожелательно относится к тем предложениям, которые исходят от казанской стороны. И мы благодарны ему за поддержку этой инициативы, о, собственно, замечательном памятнике, который займет достойное место в стенах Казанского университета. Вне сомнения, 2019 год был успешным для Казанского Федерального Университета. Более детально и подробно итоги будут подведены, конечно, позже, на ученом совете. Мы же попробуем взглянуть на прошедший год с точки зрения средств массовой информации. И, безусловно, самой яркой новостью 2019 года стало известие о вхождении Казанского Федерального Университета в топ-100 университетов мира по направлению образования. Казанский Федеральный Университет стал первым в этом рейтинге среди российских вузов и 94-м среди вузов мира. Подготовка квалифицированных кадров с каждым годом становится все более актуальной задачей для российского мирового сообщества. Сегодня существует множество различных проблем в области гуманитарного образования, от решения которых зависит наше будущее. От того, каким будет специалист, зависит не только его будущее, но и будущее страны. Показательно то, что в 2019 году Казанский Федеральный Университет впервые вошел в топ-100 лучших университетов мира по направлению образования и разместился на 94-й позиции. Годом ранее – 101-125. Среди российских вузов КФУ сохранил за собой первое место. Мы впервые попали в сотню ведущих вузов мира в области эдикейшн. Это говорит о том, что наша стратегия, которую мы обозначили несколько лет назад, была правильной. Ученые и педагоги КФУ стали неоспоримыми лидерами в России по цитированию числа публикаций в области образования высокорейтинговых журналах КО-1 и КО-2, индексируемых в базе данных Скопус. Зарубежные коллеги стали проявлять большой интерес к исследованиям педагогов Казанского Федерального Университета. Мы стали лидерами в стране по числу публикаций в базе данных Скопус и Эвопов Сайенс. И поэтому это те издания, которые доступны для зарубежных исследователей. Британское издание Куакарелли Саймонс публиковало результаты предметного рейтинга по направлению лингвистика. В данном предметном рейтинге Казанский Федеральный Университет занял позицию 151.200. Всего по данному направлению в рейтинг вошли 9 вузов России. Среди российских вузов Казанский Федеральный Университет расположился на четвертой позиции. В 2019 году в КФУ успешно прошел уже ставший традиционным пятый международный фор по педагогическому образованию. Принять участие в нем приехало более 600 участников из более чем 30 стран мира. Казанский университет очень высоко, потому что те исследования, которые ведутся в Казанском университете, имеют мировое признание. Вы сегодня видите более 500 иностранных участников. Это не просто те люди, которые приехали в университет со своим докладом, а это фактически те партнеры, которые ведутся в местные, в той или иной степени, в крупные, длинные, короткие микроисследования в области наук об образовании. Это очень важно. Но не только на этом заканчиваются достижения КФУ в области педагогического образования. Так, предложенная в 2019 году государственным советником Татарстана Ментимером Шаймиевым концепция создания полилингвальных комплексов потребовала специалистов, умеющих вести свои предметы на русском, татарском и английском языках. Сложная и интересная задача поставлена перед Елаборским институтом КФУ. В трехэтапную программу подготовки полилингвальных кадров включаются студенты старших курсов и практикующие учителя. В сентябре 2020 года будет запущено новое направление магистратуры. В августе в Елаборском институте КФУ состоялся 10-й международный фестиваль школьных учителей. За 10 лет в работе фестиваля приняли участие модераторы более 20 стран мира. Стать ректором и постепенно университет встает и начинает, понимаете, подкрадывается число топовых университетов мира. Это делается каждодневным трудом, это на наши глаза. В прошедшем году состоялись традиционные 15-й державенские чтения, которые проходят на базе Казанского университета вот уже пятый раз. В декабре уходящего года в Казани впервые предметно были рассмотрены вопросы о включении в список ЮНЕСКО комплекса обсерваторий Казанского университета. Обсуждение состоялось на Международной научно-практической конференции. Историко-культурное и научное наследие астрономических обсерваторий. Формирование выдающейся универсальной ценности объектов в рамках формы астрономии мирового наследия. В 2019 году возможности КФУ в подготовке и переподготовке учителей оценила Ольга Васильева, министр просвещения Российской Федерации. Поводом для визита в Казань стало участие министра в форуме «Актуальные вопросы российского гуманитарного образования». Основной точкой визита стал Центр информационных образовательных технологий «Едутечь». Он был создан в партнерстве с более чем 20 крупнейшими производителями оборудования и уже введен в эксплуатацию в этом учебном году. Известно, что Центр предназначен для обмена знаниями и трансфера в школьную практику передовых технологий. В учебнике пройдут 2000 учителей. Это очень большая цифра, которая позволит, наверное, Республике Татарстан охватить основную массу педагогов, которые сегодня активно внедряют цифровые технологии в свои повседневные практики. На сегодняшний день КФУ один из самых больших вузов России по контингенту обучающихся. Более 51 тысяч человек на всех уровнях обучения, включая подготовительный факультет. На подготовительном факультете иностранные абитуриенты обучаются не только русскому языку и правилам поведения в Российской Федерации, но и готовят их к поступлению в Казанский федеральный университет. Стоит отметить, что в 2019 году учащимся на подготовительном факультете было выделено и отремонтировано новое здание по улице Кремлевская, 25. Ведь создание комфортной обстановки для обучающихся – это неотъемлемое условие успешного процесса обучения в КФУ. В 2019 году ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров стал академиком Российской академии образования и удостоен золотой медали РАО за достижения в науке. Для того, чтобы войти в почетный круг академиков, нужно привнести в российское образование действительно весомый вклад. Избрание ректора, не представляющего столичный вуз России, говорит о том, что Казанский федеральный университет внес большой вклад в систему российского образования. Казанский университет потерпел большую трансформацию, когда ему был предан статус федерального. В Казанский федеральный университет вошло семь вузов Республики Татарстан. Это самое крупное объединение в новейшей истории России, сплотившее коллективы самых разных университетов. За каких-то 10 лет университету удалось достичь реальных результатов в науке и образовании. Если говорить об успехе в гуманитарном блоке, то ярким тому подтверждением является то, что на данный момент Казанский федеральный университет по направлению образования занимает 94-ю позицию в мире. Приоритетное направление биомедицины и фармацевтика Казанско-федерального университета порадовало в прошлом году высокими позициями, сразу в двух направлениях рейтинга Times Higher Education. В направлении до клиника, клиника и здоровья университет вышел на вторую позицию в России. В направлении науки о жизни по рейтингам того же Times Higher Education Казанский университет занял четвертую позицию в Российской Федерации. Напомню, что медицина вернулась в лону университета всего лишь в 2013 году, а университетская клиника появилась и того позже, в 2015. Просто я хочу сказать, что это очень динамичное развитие за столь короткое время. Конкретные результаты по разработке новых лекарственных средств появились у ученых Казанско-федерального университета и акционерного общества Tathim Farm препараты по отечественной программе Pharma 2020. В декабре пришло известие о получении американского патента на изобретение «Противоспалительное средство для лечения артритов и артрозов». Это первый такой зарубежный патент университета в области фармацевтики. Сейчас идет работа над получением патентов и в другие страны. Обо всех этих достижениях и не только об этих мы расскажем вам сейчас в нашем репортаже. Впервые был представлен в британском рейтинговом агентстве Times Higher Education по направлению науки о жизни. Университет занимает четвертую позицию в России. Также в данном рейтинговом агентстве КФУ представлен в направлении медицина, где занимает второе место по России. Пожалуй, стоит учитывать тот факт, что Институт фундаментальной медицины КФУ функционирует с 2013 года. Всего за каких-то шесть лет ему удалось достичь реальных результатов, которые высоко оцениваются мировым сообществом. Медицина как интегратор, один из самых наиболее междисциплинарных направлений, он с нуля на нашей площадке был создан, реально в 2013-2014 году, хотя мы объявили об этом в 2012-м, продолжили. Все направления, они должны найти себе новую нишу, типа мейстрима. Не только на этом заканчиваются успехи одного из самых молодых институтов Казанского университета. В июне 2019 года состоялась первичная аккредитация выпускников медицинской специальности «Лечебное дело», «Медицинская биохимия» и «Медицинская биофизика» проходит в КФУ впервые. Для выпускников направление стоматологии и фармации во второй раз. Средний балл среди выпускников составил 96 баллов. Качество подготовки, а это независимая оценка качества подготовки врачей, которых мы готовим в Казанском федеральном университете, то есть она показала, что мы готовим очень хороших специалистов. Те самые выпускники, которые только недавно сами прошли аккредитацию или закончили ординатуру, находят себя не только в медицине, но и научной деятельности. Каждое научное исследование, которое проводится в Казанском университете, направлено на лечение социально значимых заболеваний. В июне 2019 года в средствах массовой информации прошлась новость о том, что ученые КФУ разработали новую технологию протезирования сосудов. Команда исследователей Института фундаментальной медицины и университетской клиники КФУ разработала новый уникальный биодеградируемый протез сосудов на основе растительных веществ, которые стали фундаментом для выращивания собственных тканей в организме человека. Команда ученых уже получила патентное изобретение. На системе появляется большая возможность бороться с бактериями, которые могут попасть в кровоток и в русло. В этом плане протезы новой конструкции имеют большую устойчивость к инфекции. Это не единственный патент, который был получен учеными КФУ. Невероятнейший прорыв совершили в НОЦ «Фармацевтика» совместно с акционерным обществом «Татхимфармпрепараты» в рамках федеральной целевой программы «Фарма-2020». Ими было создано самое эффективное и безопасное на сегодняшний день нестероидное противовоспалительное средство для лечения артритов и артрозов – перидофен. Препарат обладает высокой противовоспалительной, обезболивающей и жаропонижающей активностью, а также низкой остротоксичностью и гастротоксичностью. Проект был удостоен золотой медали 47-й международной выставки «Изобретение в Женеве». Впервые вышел патент Соединенных Штатов Америки именно на этот препарат – КФУ-01. То есть мы фактически, что это значит, мы теперь фактически имеем документ, есть нечто, что позволяет нам продавать интеллектуальную собственность на этот препарат на территории Соединенных Штатов Америки. Реальный результат, а может кто-то назовет это и чудом, показали ученые OpenLab двигательная нейрореабилитация. Совместно с врачами клиники Мэя США они внедрили уникальную технологию реабилитации пациентов со спинальной травмой. Трем участникам эксперимента медики имплантировали специальный чип в поясничный отдел спинного мозга. Именно в ту область, которая отвечает за движения. В спинной мозг подаются электрические импульсы, которые с одной стороны запускают парализованные ноги, с другой эхом уходят в головной мозг. С помощью наших методик мы можем оценить, на самом ли деле полная травма или все-таки есть какие-то сохранившиеся пути, с помощью которых мы можем активировать движение. В 2019 году было принято решение, что Республика Татарстан станет площадкой для строительства питомника для семейства кошачьих. Центр будет называться Акбарс. Он предполагает изучение редких видов кошачьих. Ученые опыт лаб, генные и клеточные технологии Института фундаментальной медицины и биологии КФУ совместно с Казанским зооботаническим садом будут заниматься исследованием кошачьих. Сейчас есть большой опыт по созданию генных препаратов для лечения лошадей, о которых мы рассказывали, собак. И сейчас мы уже создали препарат для лечения кошачьих. Он находится на стадии лабораторной апробации. Одним из давних партнеров Института фундаментальной медицины и биологии КФУ является Нотингемский университет. Ведут и совместные исследования проводятся научные школы. Ведем сотрудничество сразу в нескольких направлениях. Во-первых, самая первая тематика – это в области исследования онкологических заболеваний. В первую очередь, это диагностика различных онкологических заболеваний. Кроме того, мы плотно сотрудничаем в области ветеринарной и регенеративной медицины. В сети исследования, которые проводятся на базе Казанского федерального университета, сразу же транслируются в реальную практику университетской клиники КФУ. Она была создана всего три года назад. Проводятся ремонтные работы и вводится в оборот новое медицинское оборудование. В декабре 2019 года были закончены ремонтные работы в урологическом отделении университетской клиники Ершова-2. Строительные работы здесь не останавливались ни на минуту. Наряду с этим клиника не прекращала прием больных и плановые операции. Все необходимые для ремонта этапы проводились посменно в различных отделениях. О состоянии оснащенности биомедицинского направления КФУ не раз высказывались первые лица России и республики. Лично убедиться в этом в августе 2019 года смог помощник президента Российской Федерации Андрей Фурсинга. В ходе визита был продемонстрирован готовящийся к открытию научно-клинический центр прецизионной и регенеративной медицины. Создаваемый центр станет связующим звеном между исследовательской и клиническими частями ВУЗа. Для наиболее эффективного трансфера технологии новый элемент структуры КФУ включает в себя центр клинических исследований с круглосуточным стационаром на 25 коек. Оценил возможности медицинского кластера Казанского университета и министр науки и высшего образования Российской Федерации Михаил Котюков. Отправной точкой стала лаборатория генной и клеточной технологии, расположенная по адресу улица Парижской коммуны 9. Здесь ведутся исследования и поиски новых подходов к генной и клеточной терапии человека и животных. По отработке именно поискового маркера как предрасположенности, так и разработка программных, здоровоизбередающих программ для минимизации воздействия химических крови. Таким образом, реальные представители власти за короткое время визита не только знакомятся с основными тезисами стратегии развития ВУЗа, но и оценивают эффективность выбранного направления, вклад Казанского университета в науку и реализацию национальных проектов России. 2019 год стал успешным и для приоритетного направления инфокоммуникационная и космические технологии Казанского федерального университета. В направлении науки о космосе американского рейтингового агентства UAS News Best Global Universe университет вошел в топ-150 лучших вузов мира. Согласно данным этого агентства, Казанский университет в направлении науки о космосе, заняв 114-ю позицию среди вузов в мире, стал вторым после МГУ в России. Но не только об этом хотели мы вам рассказать. Более подробно смотрим в нашем репортаже. Одним из необходимых критериев успешности вузов сегодня становится вхождение в мировые университетские рейтинги. Это доказывает положение вузов в мировом сообществе. Так, 17 российских вузов попали в рейтинг UAS News Best Global Universities. Причем 14 из них — это участники проекта 5100, в котором принимает участие Казанский федеральный университет. Стоит отметить, что UAS News Best Global Universities входит в число рейтинговых агентств, которые выделяют только предметную область, а к науке о космосе. В 2018 году университет в данной предметной области впервые вошел в рейтинг, сразу разместившись в топ-150. 133-я позиция. В 2019 году КФУ поднялся сразу на 20 пунктов. 114-е место. В прошлом году мы были 133, в этом году мы 114. То есть, видите, достаточно хороший такой скачок для нас, да, то есть почти 20 позиций. Примерно почти 20 позиций скачок МГУ. То есть, МГУ в этом году вошел в топ-100. Мы пока еще вот на границе топ-100. И наша задача, конечно, чтобы мы, ну, я не скажу, что на следующий год, но двигались в этом направлении и попали в топ-100. Казанский федеральный университет – единственный из вузов проекта 5100, попавший в рейтинг по наукам о космосе. Можно сказать, что в КФУ исторически сложилась мощная инфраструктура, связанная с исследованиями космоса. Это обсерватория в Казани на Северном Кавказе, а также один из крупнейших телескопов РТТ-150, который находится в Турции. У нас один из немногих университетов, который именно создавал свою инфраструктуру, создавал свои обсерватории. Пожалуй, сейчас обсерватория есть только в МГУ, они строят площадку на Северном Кавказе свою. И это школы, это научные школы. Но не только на этом основывается столь высокая позиция КФУ в данном предметном рейтинге. Казанский федеральный университет осуществляет наземную поддержку в рамках российско-германского проекта «Спектрингенгама». Для этого используется уникальный телескоп РТТ-150. Мы поступали в качестве телескопа, наш телескоп в Турции, в горах Турции, выступил в качестве оптической поддержки вот этой вот миссии. «Спектрингенгама» – это международный российско-германский проект, который был успешно запущен 13 июля с космодрома Беконур с помощью самой мощной российской ракеты «Протоны». Руководителем столь масштабной миссии с российской стороны является академик Ран Рашид Сюняев. Миссия аппарата – это создание детальной карты видимой Вселенной в рентгеновском диапазоне электромагнитного излучения, на которой будут отмечены все крупные скопления галактик. В ходе этого проекта «Спектрингенгама» будет регистрироваться очень большое количество звездных, то есть горячие звезды со звездным ветром, которые разлетаются от горячих звезд с большими скоростями, там несколько тысяч километров в секунду, соударяются с межзвездной средой. И вот в местах соударения среда будет разогреваться, будет возникать рентгеновское излучение. И этот спутник будет такое излучение регистрировать. На борту аппарата располагаются два уникальных рентгеновские стелескопа российский ART-XC и немецкий Erosita. Они функционируют по принципу рентгеновской оптики косого падения. В отличие от существующих сейчас рентгеновских устройств, в поле зрения которых ограничено, спектрингенгама сможет делать полный обзор Вселенной с рекордной чувствительностью. С его помощью ученые сначала рассмотрят известные объекты, а дальше они ожидают, что последует новое открытие. Давним индустриальным партнером Казанского федерального университета является ПАО «КАМАЗ». Так, в ближайшее время планируется открытие центра исследований и разработки интеллектуальных транспортных систем. Виртуальные проектирования, которые мы сегодня используем, все современные прикладные пакеты расчетов, виртуальных испытаний, это все переходит в область науки. Потому что процессы настолько сложные считают. И вот когда Решат Равкатович поддался на мои задолженские давления и стал классический университет разворачивать в сторону решения инженерных задач, это оказывается очень востребовано сегодня. Потому что наши инженерные задачи даже из предкладной науки уже переходят в более высокий уровень. Сейчас ПАО «КАМАЗ» и КФУ создают серию беспилотных транспортных средств на основе существующих и на основе перспективных моделей автомобилей. В 2018 году под руководством КФУ и автогиганта был организован научно-инженерный консорциум, в состав которого входят 15 предприятий, специализирующихся на разработке системообразующих технологий для интеллектуальных транспортных систем. Стоит отметить, что такой опыт партнерства крупного промышленного гиганта и науки полностью соответствует идеологии создания научно-образовательного центра мирового уровня в Татарстане. Напомним, что в конце 2019 года президент Татарстана Рустам Миниханов подробно обсуждал эту тему с ректорами вузов и учеными Татарстана. Приоритетное направление КАНЕФТЬ Казанского федерального университета порадовало в прошлом году заказами от крупнейших нефтегазовых компаний России. Пожалуй, это самое продвинутое по партнерству с крупным бизнесом направление в университете. К тому же оно еще и междисциплинарное. Здесь задействованы и химики, и физики, и математики, и геологи, и не только. В рамках приоритетного направления КАНЕФТЬ Казанского федерального университета «Эконефть» наметились серьезные подвижки в партнерстве с крупными производственными гигантами. Пожалуй, это самое успешное приоритетное направление КАНЕФТЬ Казанского федерального в этом контексте. Весому роль в этом сыграло известное 218-е постановление правительства Российской Федерации о развитии кооперации российских высших учебных заведений и организации, реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства. Ученым Казанского университета совместно со своими партнерами, нефтяными компаниями, удалось выиграть в конкурсе два гранта. Один из них в партнерстве с нефтяной компанией ТНГ Групп. Это проект по разработке систем для беспилотных летательных аппаратов, которые позволят более экологично, экономично проводить исследования на нефть. Проводим огромный объем исследований, так называемый, сейсмикой. Это просвечивание земли с помощью упругих волн с целью обнаружить залежи нефти и газа. Для того, чтобы эти работы провести эффективно, мы создаем специальные беспилотные аппараты и снабжаем их датчиками и специальным софтом, который позволяет более эффективно выполнять эти работы. Предполагаю, что экономия от этих созданных устройств будет огромной. Потому что объем работ в России с каждым годом увеличится и составляет около 100 миллиардов рублей. Для этой области это достаточно большая сумма ежегодно. Второй проект, который состоится благодаря 218-му постановлению, это результат партнерства с нефтяной компанией Татнефть. Речь идет о новых подходах к новой разработке старых месторождений. В данном случае ромашкинского месторождения в Татарстане. Вот у нас ромашкинское месторождение нефти. Татнефть она зарабатывает уже много лет, более 75 лет. И вот сегодня уже добыто более 3 миллиардов тонн нефти. Но по геологическим данным в недрах Ромашкина еще больше, чем добыли нефть. Ну, какая часть нефти не может быть добыта, потому что она, ну, она, конечно, может быть добыта, но технологии новые нужны. Эти технологии сегодня дорогие пока. И мы разрабатываем методы, чтобы увеличение добычи, нахождение вот этих вот остаточных запасов, легко добываемых, которых сегодня мы оцениваем 2-3 миллиарда тонн. Сегодня находится в ромашкинском месторождении. Вот. И для Татнефти мы создаем вот такую вот систему. Это система, которой искусственный интеллект используется, нейронные сети. То есть самые современные такие вот сквозные технологии используются для того, чтобы обрабатывать большой объем данных. Надо сказать, что прошлый год был удачным для ученых Казанского университета. В том числе и в сотрудничестве с нефтяной компанией «Зарубежнефть». Результаты научных исследований ученых КФУ позволили компании «Зарубежнефть» приступить к разработке первой горизонтальной скважины месторождения Бока-де-Харука – Куба. Залежей нефти на Кубе достаточно много, но она трудноизвлекаемая. Есть вполне определенные надежды, что компания «Зарубежнефть», используя технологии ученых КФУ, сможет наладить рентабельную добычу кубинской нефти. Почти пять лет назад мы в обиход разговора ввели такой термин – подземная нефтепереработка. Какая подземная нефтепереработка может быть? Что, под землей нефт перерабатывать? Завод, что ли? Мы говорим, да, мы закачиваем катализаторы, теплоносители разнообразные, и вот там делаем крекинг. Начинаем нефть и улучшаем его качество, и вот эту вязкую и тяжелую нефть, которую нельзя было добывать, мы ее добываем. Другой, был даже какой-то смешок, но сегодня эти технологии у нас уже работают в производственном режиме. Один случай применения – это в Татнефти, а другой – мы сейчас сделали катализатор, отправили его на Кубу, на месторождение Бокады-Харука, где в прошлом году премьер Медведев открывал скважину, на эту скважину будем в ближайшие дни испытывать этот катализатор. Это действительно уже реальное промышленное использование, хотя, в общем, казалось, что фантастика была 4-5 лет назад, а сегодня это реальность. И в этой области мы, конечно, в мире лидеры. Конец прошлого года принес еще одну приятную новость. Катализаторы, разработанные учеными-химиками Казанского университета, помогут нефтеперерабатывающему заводу «Газпромнефти» в Омске отказаться от использования дорогих импортных аналогов. Строящаяся в Омске катализаторная фабрика теперь будет выпускать катализаторы, разработанные учеными КФУ в партнерстве с Самарским техническим университетом. Идеология партнерства науки и промышленных гигантов является доминирующей при создании научно-образовательных центров мирового уровня в России. И в этом смысле стратегия Казанского федерального университета определенно безошибочна. Ученые Института экологии и природопользования КФУ также работают с крупным бизнесом, в частности с крупнейшим в Татарстане сельскохозяйственным холдингом Агросила. Речь идет о введении в почву нетрадиционного удобрения пероугля, так называемый БИОЧАР, для повышения плодородности земли. И мы также хотели вам напомнить о том, что в рамках 215-летнего юбилея Казанского университета произошло торжественное вручение премии и медали великого математика, ректора Казанского университета Николая Ивановича Лобачевского, победителю конкурса, американскому математику Даниэлю Вайсу. Победителя определяло международное научное жюри. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Исходя из того, что таких отходов накоплено огромное количество, платежи эти холдингами, фермерскими хозяйствами будут осуществляться огромные. Что нужно сделать, чтобы это избежать? Нужно эти отходы перерабатывать. Технология Казанского университета позволяет получать перолис из куриного помета. Эта установка собрана сотрудниками федерального университета. Она предназначена для переработки куриного помета. Ну, можно другие отходы, но все-таки первоначально куриного помета. Ее особенность состоит в том, что эта установка работает в режиме слова, так называемого, пиролиза. И она является установкой роторного типа. За хранение таких отходов, в которых накоплено большое количество, предприятия обязаны платить государству. Главной целью проекта КФУ является метод переработки этих отходов. Так, с применением этой технологии предполагается решить проблему отходов, хранящихся на птицефабриках. В императорском зале Казанского федерального университета состоялась торжественная церемония вручения премии Лобачевского за 2019 год, в которой принял участие премьер-министр республики Татарстан Алексей Песошин. В 2016 году по решению ученого совета КФУ была возрождена традиция, существующая уже более ста лет, вручать премию имени Лобачевского достойнейшему из ныне работающих исследователей в области математики. Идея была поддержана на заседании попечительского совета КФУ во главе с президентом республики Татарстан Рустамом Менихановым. Все затраты по премии и проведению торжественной церемонии данного мероприятия взяли на себя попечители университета. Размер премии составляет 75 тысяч долларов. Математика была и будет, я думаю, дальнейшим краеугольным камнем классического образования. А медаль и премия Лобачевского являются нашей данью памяти и уважения к человеку, который заложил его основы в нашем Казанском университете. В этом году лауреатом стал американский ученый Даниэль Вайс. Канадский математик, профессор математики в университете МакГилла. Ученый получил премию за доказательство знаменитой гипотезы Хакена. Работа Даниэла Вайса, а также разработанные методы, составляет наиболее значительный вклад в геометрию Лобачевского и теорию геометрических круг за последние 40 лет. Проблема была поставлена в середине прошлого столетия и оставалась нерешенной. От имени президента и правительства Татарстана и себя лично лауреата премии поздравил премьер-министр республики Татарстан Алексей Песошин. Математика всегда была в центре внимания Казанского научного сообщества. С момента основания Казанского университета, а затем и других наших вузов, она привлекала внимание самых блестящих умов наших соотечественников, которые в свою очередь внесли неоценимый вклад в мировую науку. Оглядываясь назад и подбивая итоги ушедшего года в жизни Казанского университета, невольно обращает на себя внимание новый тренд, который явственно наметился именно в 2019 году, а именно усиление научно-исследовательской составляющей в деятельности университета. И не просто исследовательской, когда наука ради науки, без ее прикладного значения. В уходящем году выстроил целый ряд проектов, направленных на цельных на прямое коммерческое использование университетских разработок и получивших признание у большого бизнеса, а вместе с этим признанием и финансирование со стороны этого бизнеса. Давайте перечислим наиболее яркие и заметные из этих проектов. Запущена в опытную эксплуатацию установка переработки биоотходов, птицефабрик и жидноводческих комплексов. Это совместный проект Института экологии в партнерстве с компанией Агросила. Проведены успешные лабораторные испытания антираковых и противоартритных препаратов, которые были удостоены золотой медалью на Всемирной выставке в Женеве. И сейчас они проходят клинические испытания. Это совместный проект фармакологов университета при финансовой поддержке компании Татхимфарм препараты. Строительство в Омске завода переработки по производству катализаторов для нефтехимической промышленности. Совместный проект Химического института имени Бутлера в партнерстве с компанией Газпромнефть. Применение технологий по добыче вязкой и сверхвязкой нефти, разработанной в Институте геологии и нефтегазовых технологий КФУ на месторождениях Кубы, в партнерстве с корпорацией «Зарубежнефть». Проект «Спектр рентген-гамма» – запуск орбитального телескопа для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне. Это проект астрофизики КФУ совместно с госкорпорацией «Роскосмос». Беспилотные грузовые автомашины – совместный проект Института физики КФУ и ОАК «АМАЗ». Запуск научно-клинического центра экспериментальной медицины – совместный проект Института фундаментальной медицины и биологии КФУ и компании «ТАИФ». Каждый из этих проектов по отдельности и вместе взяты – это пример той самой искомой научно-промышленной кооперации, восстановление которой было признано приоритетнейшей задачей государства еще майскими указами президента и задекларировано в рамках национального проекта «Наука». И хотя сам нацпроект «Наука», которым в эти дни исполняется уже полтора года, до сих пор не начал исполняться в силу как организационных и административных трудностей, а в первую очередь в силу хронического неверия бизнеса в отечественную науку, в ее способность произвести конкурентоспособные на мировом рынке технологии, тем не менее пример Казанского университета показывает, что при наличии таких технологий разработок отечественный бизнес вполне охотно идет на сотрудничество с вузовскими центрами и без всяких нацпроектов, видя в них коммерческий потенциал. Надо сказать, что это замечательная тенденция. Именно в 2019 году Казанский университет заявил о себе не только как о научно-образовательном центре, благо эту роль он играл со дня своего основания, но и как месте, где генерируются новые идеи, технологии для экономики страны. И такую трансформацию следует только приветствовать. С начала октября и, можно уже так сказать, прошлого года, прошедшего года по городам и весям Республики Татарстан большим успехом прошел научный десант Казанского федерального университета. Научный десант Казанского федерального университета — это образовательный просветительский проект, приуроченный к 215-летию нашего плавного вуза. Ну и, кроме того, это своеобразный подарок жителям городов и районов Республики. Научный десант КПУ состоялся в 18 муниципальных образованиях Республики и получил очень хорошую оценку со стороны местного населения, местной прессы. Двери были открыты не только для молодежи, но и для всех желающих. В саму программу научного десанта входили в первую очередь научно-образовательные лекции в таком понятном формате. Были различного рода интерактивы. Кроме того, демонстрировали занимательные опыты и исследования. Особенно большим успехом пользовались занимательные опыты по физике и по химии. Кроме того, выступали и творческие коллективы. Научный десант КПУ – это, в первую очередь, один из кирпичиков того большого здания научно-просветительской работы Казанского федерального университета среди широких слоев населения. Кроме того, в рамках научного десанта проводила свою конституционную информационную работу приемная комиссия нашего ВУЗа, где школьников, желающих связать свою судьбу с Казанским федеральным университетом, консультировали по хитростям и тонкостям приемного процесса в наш ВУЗ. Все это можно было получить при прямом, живом общении с представителями приемной комиссии ВУЗа. Научный десант КПУ – это дань почти двухсотлетним славным традициям, когда наш легендарный ректор Николай Лобачевский читал публичные лекции для всех желающих. Научный десант КПУ, я думаю, будет жить, продолжать свою жизнь на регулярной основе. И еще раз повторюсь, это был своего рода подарок, который будет жить своей славной, замечательной жизнью. На этом наше время подошло к концу. Я прощаюсь с вами, уважаемые телезрители. Вы смотрели информационно-аналитическую программу «Контекст» на телеканале «УнивертВ». Всего доброго. Вел программу Ильдар Каримов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова